Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Маркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что, мы продолжаем ожидать ключевую махроэкономическую статистику из США – данные по рынку труда, которые помогут уточнить перспективой американской денежно-кредитной политики. Из-за того, что в понедельник в Штатах отмечался День труда, публикация этих релизов была смещена на ровно один день вперед. Поэтому будем анализировать сначала статистику ЭДП в ходе завтрашней торговой сессии, ну и традиционно пятничные нонфармы, они так и остались в экономическом календаре, запланированные на пятницу. Сегодня на что стоит обратить внимание? На индекс активности в сфере услуг Еврозоны и Германии. Ну, это так для того, чтобы еще раз убедиться в том, что европейская статистика, собственно, не оказывает никакого влияния на динамику евро, потому что евро копирует поведение американского доллара. Но на европейской сессии выйдет более значимый релиз, который точно сможет повлиять на динамику одного инструмента, за которым мы следим. На динамику британской валюты, потому что нам предстоит проанализировать данные по индексу активности в сфере услуг Англии – 8,30 по GMT. Далее, в 13.45 по GMT решение Банка Канады по ключевой процентной ставке. На канадском долларе сегодня не буду останавливаться детально, потому что в комментариях так и не увидел запроса с вашей стороны, что этот инструмент вам интересен. Но если все-таки он находится в вашем портфеле, имейте в виду, что сегодня движения будут очень значительными. И в целом рынок допускает то, что канадский регулятор пойдет на дополнительное смягчение в национальной монетарной политике. В 14.00 по GMT ждем производственные заказы в США и статистику по рынку труда количество открытых вакансий Джонс. Это прелюдия перед тем блоком официальных данных по рынку труда, которые я, собственно, назвал. Основные движения – это все-таки ближе к концу этой недели, поэтому вчера и в начале недели дал понять то, что мы, скорее всего, какой-то период времени до выхода данных по Non-Farm Perils будем наблюдать за смешанной динамикой многих инструментов или даже за отсутствием каких-либо нормальных и интересных движений. Вот индекс доллара явно подтверждает 101.60. Если мне не изменяет память в ходе своего прошлого брифинга, я констатировал те же самые значения. Ну, действительно, доллар сейчас как приклеен к текущему рубежу, потому что, понятно, выжидательная тактика, стратегия, как угодно можно назвать – это выбор трейдеров, потому что никто не хочет рисковать перед выходом столь значимых релизов, которые помогут оценить будущие действия американского регулятора, касающиеся ключевой процентной ставки. Важно, друзья, продолжать готовиться к этой статистике с четким пониманием того, что американский регулятор явно сместил фокус своего внимания с данных по инфляции на рынок труда. И, на мой взгляд, тут, кстати, смещение фокуса внимания было еще подтверждено Джеромом Паулом на симпозиуме в Митчерксенхоле, когда, наверняка помню, он отметил то, что риски возобновления роста инфляции сейчас стремятся к нулю, а вот риски дальнейшего ухудшения ситуации на рынке труда, к сожалению, растут. И в этой связи я могу сделать вывод, что американский регулятор не просто так решил сфокусироваться на рынке труда. Это следствие не только серии слабых отчетов по Non-Farm Pearl за прошлые месяцы, но, на мой взгляд, это также следствие самого масштабного с 2009 года пересмотра фактической статистики по количеству новых рабочих мест, созданных в месяц из хозяйственного сектора в США. Как вы помните, буквально несколько недель назад статистики пересмотрели общее количество рабочих мест за первый квартал. И оказалось то, что мы все это время работали с статистикой, которая была завышена на 30%. Общее количество мест было на 818 тысяч меньше. И сейчас на рынке обсуждают, а что если были такие же ошибки в подсчетах во втором квартале, что если во втором квартале на самом деле общее количество мест было завышено также примерно на миллион. Это что получается? Погрешность уже почти в 2 миллиона рабочих мест. Я даже не хочу думать о том, что если это правда, то насколько тогда масштабные серьезные проблемы в американском секторе труда. И я много раз говорил то, что действительно есть вопросы к этому сегменту. И Федрезерв, возможно, правильно сейчас делает то, что акцентирует особое внимание на том, что происходит с этой отраслью и с сектором. И пытается стабилизировать ситуацию, потому что меньше всего, чего хочется, чтобы американский регулятор снова совершил ошибку и не принял очень важные решения, когда они необходимы. Сектор труда нужно сейчас поддерживать через стимулирование темпов экономического роста и посредством смягчения национальной монетарной политики. Все это упирается в решение по снижению ключевой процентной ставки. Прогнозы ФРС, которые мы слышали ранее, они сейчас тоже не оправдываются, потому что буквально несколько месяцев назад американский регулятор был абсолютно уверен в том, что уровень безработицы в этом году будет 4%, а тот же самый индекс цены расходов на наличное потребление будет на отметке 2,8%. Мы знаем на основании пятничных данных то, что индекс цены расходов на наличное потребление ниже, а уровень безработицы остается на отметке 4,3%, это максимум 2021 года. Поэтому, друзья, ну здесь как ни крути, нужно снижать ставку. Я верю в эту идею, я верю в идею того, что индекс доллара вряд ли сможет развить на масштабном снижении ставки восходящую динамику, потому что это прямо будет нонсенс. И в этой связи я по-прежнему жду, что американская валюта протестирует уровень до 100 пунктов. По золоту пока без изменений, в районе 2,5% мы торгуемся, сантимент 50 на 50, в принципе то же самое, что было в ходе вчерашней торговой сессии. По британскому валютному активу пара фунт доллар 1,31, текущие котировки, ждем индекс активности в сфере услуг. Показатель находится на самом высоком значении за последние полтора года, и сегодня без каких-либо изменений, вроде бы как цифра будет 53,3, то есть сектор остается в зоне роста. И я надеюсь, что публикация этой статистики еще раз оживит идею того, что раз деловая экономическая активность растет, значит сохранятся предпосылки для усиления инфляции. Я прямо настаиваю, друзья, на идее того, чтобы Ванг Англии перенес смягчение национальной монетарной политики на конец этого года. Поэтому у фунта есть еще порох для развития восходящей динамики и для роста выше уровня 1,32. Доллар иена 145,30 минус 200 пунктов буквально за одну торговую сессию серьезной распродажи, что было обусловлено заявлением главы Банка Японии Уэда о том, что японский регулятор из-за возросших инфляционных рисков, из-за усиления ценовой нестабильности на валютном рынке может рассмотреть возможность повышения ставки в ходе сентябрьского заседания. Я предупреждал, друзья, что может быть такой сценарий, хотя я все-таки считаю, что, наверное, это просто словесные интервенции, скажем так, и до фактического решения сейчас в сентябре дело не дойдет. Но у меня нет сомнений в том, что Банк Японии повысит ставку до конца этого года. Поэтому сохранение сейчас коротких позиций и ставка именно на укрепление японской иены против американского доллара, это заведомо выигрышная позиция, в которой вы должны быть, просто осознавая контраст монетарных политиков. Доллар-франк, друзья, 0,8480, по-прежнему, я думаю, то, что сейчас идеальные точки для открытия долгосрочных покупок уровней. Данные по индексу потребительских цен, которые вышли вчера, снижение индекса инфляции с 1,3% до 1,1%. Конечно же, мы ждем в конце этого месяца на заседании Национального банка в Швейцарии еще одного снижения ключевой процентной ставки, которая будет направлена все же на попытку ослабить курс национальной валюты. И что касается рынка нефти, 73,30, мои, друзья, вам поздравления, потому что если вы придерживались такого же прогноза и расчета, как и я, что нефтянка не устоит на высоких значениях и быстро преодолеет отметку 75 долларов за баррель, вы уже неплохо заработали. Сейчас минимальный уровень с декабря прошлого года, это еще не предел, очевидно, что идем уже на отметку 70. А причины, помимо снижения спроса в Китае из-за слабых данных по производственному сектору и решения ОПЕК поднять объем нефтедобычи, начиная с октября, на 180 тысяч баррелей в сутки, еще и возобновление добычи нефти в Ливии. Поэтому те 500-600 тысяч баррелей, которые были убраны с рынка за последние две недели, они тут же очень быстро вернутся на рынок. Поэтому ни о каком дефиците мы не говорим предложений, самое время обсуждать возможности перепроизводства со всеми утекающими отсюда последствиями. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok